поэт поколений невозможно быть свободным от того от чего убегаешь. Так писал немецкий философ Ницше. Белеет парус одинокий в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Так писал Лермонтов. А мы говорим «Здравствуйте». Мы — это ведущий Перепелкин Сергей, филолог, и филолог-словист, аспирант Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета Олеся Андреевна Карабасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем погружаться в мир образов Лермонтова и сегодня разбираем тему свободы в творчестве Михаила Юрьевича. Препарировать мы сегодня будем произведения «Парус», написанное в 1832 году, и «Узник», написанное в 1837 году. У нас два произведения, написанные в разные периоды творчества Лермонтова. И «Парус» у нас относится как раз к тому периоду, когда Лермонтов отчисляется из Московской школы и находится на распутии, о чем он, собственно, и пишет. Разочарованный в системе образования, разочарованный во всем. И мы в этом произведении наблюдаем размышления человека, который, собственно, потерял связь, если проводить такие метафоры, с родным портом, со своей гаванью. Как мы видим это, собственно, в произведении? Через какие образы Лермонтов пытается нам передать свои переживания? Прежде всего, я думаю, стоит начать с того, что мы чувствуем, когда читаем это стихозврение. Сергей, что вы чувствуете? Грустно, но при этом возвышенно, потому что эта грусть какая-то очень светлая отчасти, но при этом ты находишься в каком-то действительно распутье и вроде бы пытаешься противостоять обыденности, но не знаешь, как это делать. Да, я думаю, что что-то такое есть. Дело в том, что мы уже увидели биографическую линию Лермонтова. То есть, разумеется, парус — это Лермонтов. Да, мы можем, если не отождествить, то, по крайней мере, увидеть такие параллели. Но парус — это и каждый из нас. Действительно, образ этот стал хрестоматийным, как кажется, для творчества Лермонтова. Но давайте попробуем разобраться поподробнее. Итак, сам текст представляет из себя трёхчастную структуру. И очевидно, что первая строфа как будто бы противостоит двум оставшимся. Белеет парус одинокой в тумане море голубом, что ищет он в стране далёкой, что кинул он в краю родном. Здесь Лермонтов как будто обозначает и объясняет настроение, которое мы испытаем, потому что здесь с самого начала появляется главная тема для творчества Лермонтова — тема одиночества. И слово «одинокой» в такой необычной форме тоже цепляет взгляд современного читателя. А вопросы, которыми задаётся автор в конце страфы, позволяют нам понять, что он потерял родину, но ещё не обрёл новый дом. То есть он как бы завис между двух миров, что очень романтически, как мы знаем. То есть это реализация романтического двоемирия и трагедии романтического героя, коим, конечно, является парус, который не может обрести своего места в нашем мире. Но есть здесь ещё один образ, сразу же в первой страфе — это образ моря, который тоже является ключевым. Разумеется, это аллегоричная история. Парус — это человек, путь, который преодолевает корабль, — это путь жизненный, а море — это те самые жизненные обстоятельства, жизненные, возможно, неурядицы, с которыми нам приходится сталкиваться каждый день. И, может быть, море даже связано в нашем создании с каким-то Жуковским морем, морем переживаний, очень таким традиционным для романтизма образом. Давайте посмотрим на вторую страфу. «Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит». Да, мы здесь уже видим обозначение новой темы, темы счастья, точнее, как обычно, его отсутствие у Лермонтова. И видим, что развивается тема одиночества, и появляется, наконец, тема свободы, ключевая тема для этого стихотворения. Хотя кто-то может со мной поспорить, может быть, тема свободы коррелируется с темой одиночества у Лермонтова. Я здесь не рискну утверждать, но можно предположить, что во второй страфе в таком композиционном центре появляется главное, то есть ядро смысла стихотворения. Итак, обратим внимание на то, что у нас есть пейзаж, играют волны, ветер свищет, всё такое живое, да, и мачта гнётся и скрипит. То есть у нас есть некоторое ощущение движения, какого-то свободного движения, думаю, вы со мной согласитесь. Увы, так говорят нам, увы, то есть какое-то разочарование, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. То есть нам кажется всегда, что человек, ведь мы договорились о том, что парус — это человек. Всегда ищет счастье и стремится на своём жизненном пути обрести это счастье, но не герой Лермонтова. А чего же он ищет? Ну, разумеется, свобода. И это мы с вами понимаем в третьей страфе. «Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой». И здесь мы видим уже интересную такую, не то чтобы антитезу, скорее всего, даже оксимарон, о том, что мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. И это же ответ, получается, на вопрос, чего ищет, а чего он бежит. Да, действительно. Ну, давайте ещё обратим внимание на такое вот пространство стихотворения. «Под ним струя светлее лазури, над ним луч солнца золотой». Обратим внимание, что парус опять находится у нас между двумя мирами. То есть сначала мы в первой страфе видели, что он покинул какую-то страну и движется как будто бы в другую страну, нам так кажется. То есть он находится вне родного пространства, вне нового пространства. Здесь у нас появляется такая вертикаль, то есть это пространство над и пространство под. Опять парус оказывается где-то посередине, опять он оказывается одним непричастным ни к верху, ни к низу. А вот как раз-таки становится таким центром маленькой вселенной Лермонтова. Он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Почему же его называют мятежным, как вам кажется? Ну, скорее всего, потому что, ну, извините, если следовать корабельной логике и судостроительным всяким вещам, штиль для корабля это... Равно смерть. Это смерть, да, в древних веках и ближе ко времени уже Лермонтова, до того, как был изобретён, конечно, двигатель внутреннего сгорания и паровой двигатель, но факт остаётся фактом. Штиль — это смерть. Абсолютно точно. Между прочим, вот эта мысль лермонтовская воплотится очень нескоро, примерно через век, в поэзии великого, прекрасного Иосифа Александровича Бродского, который напишет стихотрение «Холмы-холмы». Смерть — это только равнина, жизнь холмы-холмы. Итак, мятежный парус. Лермонтовский герой, который воплощает образ самого автора, который связан с каждым из нас, конечно же, жаждет настоящей жизни, настоящей свободы. Несчастье, наверное, в общепринятом каком-то представлении, какого-то спокойного быта, серой прожитой жизни, а, наверное, чего-то стоящего, того, ради чего стоит, наверное, свою жизнь даже и отдать. Вот такая история. Счастье в стремлении к свободе, наверное. Вот так можно сформулировать мысль этого текста. И эту же мысль можно перенаправить на наше второе произведение «Узник», потому что это произведение, которое Лермонтов пишет уже в неволе. Как вспоминает троюродный брат Лермонтова Аким Павлович Шангирей, Лермонтов писал это произведение, находясь в заключении, при этом не имея ни чернил, ни бумаги, и он просил завертывать хлеб в серую бумагу на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спичек. Он написал несколько пьес и произведений, среди которых, собственно, у нас «Узник». И мы получаем произведение в противовес парусу, где мы видим реальную неволю и стремление к настоящей воле. Да, не могу не вспомнить, что этот текст был действительно написан Лермонтовым в неволе, и то, как он пытается абстрагироваться от происходящего в реальности, он создает такую свою историю. И мне кажется, она такая достаточно интересная, хотя и гораздо более грустная, чем парус. Я думаю, мы это сейчас в процессе выясним. И давайте-ка мы прочитаем хотя бы первую страфу, чтобы понять, что там вообще происходит. Ну, потрясающе. Мне кажется, всем захотелось стать этим самым человеком, которому, обратим внимание, первый стих или первая строка, это одно и то же терминологически. «Отворите мне темницу». То есть лирический герой уже обрел свободу и видит сиянье дня черноглазую девицу, черногривого коня. Видим повторение, это черно-черно. Явно это кавказская тема, да, которую пережил Лермонтов. «Я красавицу молодую». Обратим внимание на слово «молодая», которое позволяет нам вспомнить о фольклорных каких-то образах, о героях, вот этих лихих, удалых молодцах, которые совершают подвиги, воруют красавиц. Не печориных, разумеется, а нормальных людей. «На коня потом вскочу в степь, как в ветер улечу». Тоже реализация такого традиционного для фольклора образа, да, «быстрый, как ветер». Тоже такая вот оптимистическая, яркая, достаточно рельефная, экзотическая картинка. «Но окно тюрьмы высоко, дверь тяжелая с замком, черноокая далеко в пышном тереме своем. Добрый конь в зеленом поле, без узды один по воле, скачет весел и игрив, хвост по ветру распустив». Ага, что-то во второй строфе нас начинает немножечко, как считателей, напрягать. Ведь окно тюрьмы высок, то есть всё-таки лирический герой оказывается всё ещё в замкнутом пространстве. Но вот это выдуманное, я уже немножечко проспойлерю, вот это его желательная реальность, она пока побеждает даже, простите, пространственно. Если мы посмотрим на количество строк, посвящённых тому, что он в заключении, и количество строк того, что происходит на воле, очевидно, что такая тема свободы здесь доминирует. Ну а третья строфа – это прям такая трагедия, такой финал, такая, мне кажется, болезненная точка. Давайте её тоже прочитаем. «Одинокие, нет отрады, стены голые кругом, тускло светит луч лампады, умирающим огнём. Только слышно, за дверями, звучно, мерными шагами ходят в тишине ночной, безответной часовой». Потрясающе. «Позитив покинул чат», как говорится. Это просто потрясающе. То есть вся эта история, которую нам только что рассказывали, которую мы уже как читатели себе вообразили, что наш лирический герой обрёл свободу, наконец наслаждается жизнью, у него есть возлюбленная и верный коня, что ещё нужно настоящему мужчине, на самом деле оказывается всё ещё в заключении, где нет никого, и тема одиночества такая очень важная для Лермонтова, очень личная для Лермонтова тема, здесь просто достигает своего, наверное, апогея или апофеоза, или всего вместе. Потому что просто подумайте. Это жизнь, которая идёт мимо тюрьмы, в которой заключён герой. Это женщина, которая где-то ждёт его в пышном тереме. Этот конь, который пасётся в поле. Всё это вдруг оказывается сном, в котором, вероятно, всё это оказывается сном, очень важным, но всё-таки нереальным для лирического героя. И, наверное, одним из самых акцентных мест в тексте художественном является его финал. И так как здесь в финале у нас с вами такой вот эпитет использован, безответный часовой, то есть образ человека-надзирателя, который не общается даже с узником, мне кажется, для Лермонтова и для лирического героя Лермонтова наиболее страшно. То есть он просыпается, оказываясь в собственном ночном кошмаре. Для меня это стихотворение, во-первых, очень страшное, во-вторых, очень лермонтовское. Не знаю, как для остальных. Но мне кажется, надо нам чуть-чуть отойти от вот этого ужаса и вспомнить о том, откуда вообще название, с чем мы его связываем. Да, перед нами, как мы уже когда-то упоминали этот термин, идейный наследник творчества Пушкина. Это прослеживается как и в построении образов, так и, в принципе, в теме. Но Пушкин-то был на воле, когда писал свои произведения, а Лермонтов пытался описать свое душевное состояние, находясь в заключении. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой, мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном, клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мной задумал одно, зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет, давай улетим. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я. И опять у нас образ окна, опять у нас образ животного, которое, возможно, будет являться... Символом свободы. Символ свободы. Сразу видны параллели. Опять окно, опять у нас вольное животное, как символ свободы, и как принято у нас в волшебных сказках, собственно, волшебный помощник, который должен помочь обрести свободу главному герою. Да, абсолютно точно. Но давайте сразу увидим и не только параллели, да, тут и кавказская тема видна, мне кажется, тоже, потому что такой образ орла связан с высотой, с образом гор. И мы видим, тут чисто пушкинское настроение прям очень хорошо отличается от Лермонтова. Ведь стихотворение Лермонтова «Узник» заканчивается на пессимистической ноте, на ноте, где безответный часовой ходит, не отвечая на мольбы, наверное, обобщения лирического героя. А пушкинский текст заканчивается «Мы, вольные птицы, пора, брат, пора, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я». То есть мотив свободы, который оказывается в финале, оказывается акцентным для Пушкина, а для Лермонтова мотив одиночества становится главным, что есть в «Узнике». То есть для Лермонтова и Пушкина, судьбы точнее, судьбы узников Лермонтова и Пушкина очень различны. Пушкинский узник обретает свободу, становится счастливым. Лермонтовский остается в заключении. И мы видим, как у Лермонтова постепенно исчезает вот этот оптимизм. И в последней строфе четко прослеживается мотив тишины, потому что от первых картин свободы, описания воли и всего остального, создается какой-то объем, именно звуковой. И постепенно мы через картину приходим к той тишине, в которой находится заключенный. И единственные звуки, которые слышит непосредственно этот заключенный, это шаги часового. Возможно, метафора присутствия человека в жизни, которая не меняет твоего одиночества. Мне кажется, здесь можно увидеть еще такую личную трагедию поэта. Ведь замолчать для поэта – это равносильно смерти. А Лермонтов, как мы знаем, много страдал из-за того, что он много говорил. И вовремя не умел замолчать. Продолжая мотив тишины в творчестве Лермонтова, мы постепенно тоже замолкаем. Благодарим нашего гостя, Алексею Андреевну, за прекрасный разговор. И встречаемся с вами в следующем выпуске. До свидания. Издательский дом «Медиа-Юг» при поддержке президентского фонда культурных инициатив реализует проект «Поэт поколений». Это мультимедийный проект, приуроченный к 200-десятилетию великого русского поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова